Добрый день. Тема сегодняшней лекции у нас взаимодействие электронов с веществом. План лекции таков. Мы рассмотрим с вами взаимодействие электронов с веществом материала исследуемого объекта. Мы поговорим о упругом и неупругом рассеянии первичного пучка электронов. Все современные методы анализа образцов материалов, как металлических, так и не металлических материалов, которые получаются в результате наших экспериментов, они основаны на непосредственном изучении макро-микро-тонкой структуры. И вот если мы изучаем макро-микро-тонкую структуру образцов, все эти методы относятся к дифракционным методам исследования. Теоретические основы дифракционных методов исследования базируются на представлении механизмов процессов, которые происходят при взаимодействии исследуемого объекта и с падающей на образец электромагнитной волной. Именно с этой точки зрения нас и интересуют вторичные сигналы, получаемые при взаимодействии первичного пучка электронов с материалом исследуемого объекта. На слайде показано взаимодействие электронного пучка с веществом. Мы знаем, что в электронных микроскопах источником электромагнитной волны или источником первичного пучка электронов является электронная пушка. Сформированный пучок электронов попадает на поверхность исследуемого объекта и преобразуется во вторичные сигналы. Все эти вторичные сигналы используются при изучении структуры и свойств методом сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. Так что же происходит при взаимодействии падающего электронного пучка на материал объекта? Что же происходит? Важным является то, что количество энергии, которое несет с собой первичный электронный пучок, который переносится этой электромагнитной электронной волной, оно связано с соотношением Эйнштейна-планка с частотой колебания и с постоянной планкой. Вот длина волны, частота колебаний и энергия, скажем, световых, рентгеновских, электронных, нейтронных и других электромагнитных волн существенно различаются. И это находит свое отражение на механизмах процессов взаимодействия этих электромагнитных волн с веществом исследуемых образцов. Вот что касается электронных волн, в таблице приведены связанные между собой длина волны, скорость электронов и их энергию, которую они несут с собой. Это очень мощная энергия. Энергия электронных волн существенно превалирует над световыми волнами и при прохождении их через образец, конечно же, взаимодействие сопровождается многообразными явлениями по сравнению с рассеянием и отражением, скажем, фотонов световых волн. Энергия электронных волн вызывает взаимодействие с веществом исследуемого образца на уровне атомного строения. Оно взаимодействует, скажем, с электронами, с ядрами атомов вещества. И эти процессы очень важны для электронной микроскопии, так как являются они носителями различного типа информации о структуре вещества, из которого создан образец. И поэтому это надо представлять хорошо и понимать хорошо. На плакате видно, как происходит трансформация энергии падающей электронных на образец. Как мы уже с вами говорили, основные процессы при взаимодействии электронов с веществом, это прежде всего упругое и неупругое рассеяние первичного пучка. Это дифракция электронов, скажем, и генерация электромагнитного излучения. Давайте поговорим о рассеянии электронов. Вот процесс рассеяния электронов, электромагнитной волны, состоит в том, что первичные лучи электронные, попадая на вещество образца, они отклоняются от первоначального направления. В этом заключается рассеяние. Вот для очень тонких образцов, которые делаются для просвечивающей электронной микроскопии, это толщина приблизительно где-то 100 нанометров. Большинство электронов первичного пучка проходят сквозь образец, не испытав даже рассеяния, то есть совершенно не теряют свою, скажем, энергию. Либо испытывают однократные, там несколько кратные столкновения, некоторые отклонения испытывают. Причем столкновения бывают упругими и неупругими. Вот под упругими, под упругим рассеянием электронов понимается рассеяние электронов с ядрами, скажем, вещества, образца. А неупругое рассеяние происходит благодаря взаимодействию электронов с электронами структуры твёрдого образца. Под упругого отражёнными электронами понимаются электроны, которые в процессе своего движения через образец не испытали неупругого рассеяния. Ну, упругое рассеяние электронов — это такие процессы, при котором энергия не расходуется на возбуждение, скажем, атомов среды образца. Направление движения электрона может измениться при упругом рассеянии, но энергия практически не изменяется. То есть энергия приблизительно остаётся той же самой, как энергия первичного пучка на этом уровне. Проходя мимо атомов на большом расстоянии от него, электрон взаимодействует с электронами внешней оболочки и испытывает рассеяние на небольшой угол. Если же электрон налетает на атом, то рассеяние может иметь большой угол, вплоть до 180 градусов. Поэтому упругое рассеяние на малые углы обычно вызывается рассеянием электронов на электронах. То есть падающая электронная волна или падающие электроны, встречаясь с электронами материала объекта, испытывают рассеяние. А на большие углы рассеяние испытывают они в том случае, когда налетают, скажем, на ядра. Обратно рассеянные электроны с энергией близкой к начальной, они несут уже информацию о поверхности объекта. И обратно рассеянные электроны, они важны, скажем, и регистрируются, эта энергия детекторами в растровой электронной микроскопии. А для толщин образцов, просвечивающих электронной микроскопии, тонких образцов, порядка 0,1 микрона, большинство электронов проходят так и не испытав рассеяние, либо испытав незначительно при нескольких там столкновениях. А обратно рассеянные электроны, просвечивающие электронной микроскопии, когда очень тонкие образцы, они несут много информации, потому что доля их очень незначительная. Неупругое рассеяние электронов. Вот энергия таких электронов, она меньше энергии первичного пучка. Е меньше Е нулевое. Эта энергия, она теряется при многократном взаимодействии электромагнитной волны первичного пучка с атомами объекта, который приводит к вылету вторичных электронов, который приводит к генерации рентгеновских лучей. Вот механизмы некоторых неупрудьих процессов, они схематично изображены на плакате. Вот все вторичные электроны, которые образуются в результате неупругого рассеяния электронов, можно разделить на три группы. Это медленные вторичные электроны с энергией порядка 20-50 электрон вольт, которые выбиваются из валентной зоны или зоны проводимости. Быстрые вторичные электроны, которые выбиваются из внутренних оболочек атомов, и вероятность выбивания быстрых электронов мала, но если это происходит, то они забирают практически до 50% энергии первичных электронов. Ну, быстрые вторичные электроны, они обладают большей энергией, согласитесь, потому что они быстрые. А медленные вторичные электроны, поскольку они медленные, то их энергия, соответственно, меньше. Ну, и медленные, значит, они генерируются или образуются, скажем, или выбиваются, выбиваются будет точнее всего, из внешних оболочек, валентных оболочек, из зоны проводимости. Ну, а быстрые электроны, они из глубоких внутренних оболочек, падающий первичный пучок, если обладает достаточно большой энергией, он может выбить электрон из внутренней оболочки. Ну, и третий вид вторичных электронов, это электроны АЖ. Вот эти все вторичные электроны, эти все вторичные электроны, они детектируются в сканирующих, в основном, в сканирующих микроскопах, которые работают, скажем, с плотными образцами на отражение. Ну, и иногда, значит, скажем, некоторые виды излучения и просечивающих электронных микроскопов тоже, скажем, детектируются. Ну, давайте про медленные вторичные электроны несколько слов. Медленные вторичные электроны, они дают очень маленький вклад в неупрудие процессы. Но, однако, этот процесс бывает достаточно интенсивен, и его можно, в общем-то, использовать при анализе. Большую часть медленных вторичных электронов составляют свободные электроны, то есть те самые электроны, которые мало связаны с каким-либо атомом вещества. Вот. И поскольку их энергия мала, они могут вылетать только из приповерхностных слоёв. И поэтому они могут детектироваться и давать информацию для изображения поверхности образца. Это, в принципе, стандартная методика в электронной микроскопии, где с помощью медленных вторичных электронов получают изображение топографии поверхности в очень высоких разрешениях. Ну, как мы уже поняли, они образуются в результате взаимодействия с атомами образца электроны первичного пучка, передают часть своей энергии электронов из зоны проводимости, то есть слабо связанной с атомными электронами. И в результате такого взаимодействия может происходить отрыв электронов и иронизация атомов. Эти электроны обычно обладают небольшой энергией до 20-50 электронов вольт. Любой электрон первичного пучка обладает энергией достаточной для того, чтобы появилось несколько вторичных электронов. Так как энергия вторичных электронов невелика, то их выход возможен только с приповерхностных слоёв материала, где-то менее 10 нанометров. Благодаря небольшой кинетической энергии эти электроны легко отклоняются к небольшой разности потенциалов. И это делает возможность существенно повысить эффективность детекторов, собрать максимально возможное количество информации об этих электронах и получить более качественное изображение. Принимая во внимание, что вторичные электроны генерируются приповерхностными слоями, они очень чувствительны к состоянию поверхности. Минимальные изменения отражаются на количестве собираемых электронов. Таким образом, этот тип электронов несёт в себе информацию о рельефе образца. Однако, они мало чувствительны в отношении плотности материалов, в отношении фазового состава, фазового контраста. Быстрые электроны могут иметь энергию 50-200 кВ, так что быстрые вторичные электроны вылетают из больших глубин образца. Это приводит к ухудшению пространственного разрешения при микроанализе в анализирующих электронных микроскопах. Быстрые вторичные электроны нежелательны, особенно в просвечивающих электронных микроскопах. И вместе с тем, они, в общем-то, неизбежны. Они не используются при формировании изображения объектом исследования. Или для, скажем, для анализа, для спектроскопии. И при этом они ухудшают разрешение в тектороскопическом анализе и формировании изображения. АЖ-электроны. АЖ-электроны, как уже было сказано, они образуются, скажем, в два этапа. На первом этапе первичный пучок электронов, первичный, выбивает электрон с К-оболочки внутренней. А на втором этапе образующаяся вакансия на К-оболочке, она заполняется электроном в соседней оболочке. А избыток энергии, между энергией электрона К-оболочки и Л-оболочки, испускается в виде ОЖ-электрона. Это излучение называется излучением ОЖ-электронов. Образующаяся вакансия на Л-оболочке заполняется электроном из внешней валерной оболочки, например, М-оболочки. Если там есть, она есть. И остаток энергии излучается в виде низкоэнергетического фотона. То есть получается, что такой вот сложный процесс. Сначала выбивается внутренний электрон, этот электрон в соседней оболочке попадает. На эту вакансию попадает электрон в соседней оболочке. Разница энергии спускается в виде уже электронов. А на место, образовавшееся в вакансии, заполняется из внешней оболочи электронов. И разница излучается в виде энергетического фотона, низкоэнергетического фотона. Уже электроны имеют характеристический спектр, который зависит от электронной структуры атома. И почти полностью он идентичен спектру характеристического рентгеновского излучения. Но для АЖ-процесса надо отметить, что он более вероятен в атомах с малой энергией связи электронов. То есть для легких элементов. Типичные энергии АЖ-электронов находятся в интервале от нескольких сот электрон вольт до нескольких киллоэлектрон вольт. Надо отметить, что АЖ-электроны сильно поглощаются в образцы. Поэтому регистрированные АЖ-электроны вылетают в основном из ближе предповерхностных слоёв. Но, однако, уже электронная спектроскопия является признанным методом химического анализа. Причём поверхности химического анализа. И характеристическое рентгеновское излучение не может конкурировать с уже электронами. Поскольку излучается из толщи образца. Уже электронная спектроскопия накладывает особые требования на чистоту поверхности образца и на ультравысокий вакуум электронных микроскопов. Ну, правда, АЖ-спектроскопии встречаются лишь в отдельных микроскопах электронных специальных. Но с развитием, может быть, электронной микроскопии, АЖ-спектроскопии имеют какие-то перспективы. Ну, говоря о генерации вторичных излучений, нельзя сказать, не сказать о генерации электронно-дырочных пар и катодолюминесценции. Вот в полупроводниковых и диэлектрических образцах при прохождении электронов первичного пучка протекают процессы, которые сопровождаются возникновением электронно-дырочных пар. Электронно-дырочные пары они рекомбинируют между собой и при этом излучается фотон. Вот этот процесс называется катодолюминесценции. Процесс используется при исследовании полупроводников, дефектов, примесей в них. Ну, в основном катодолюминесценция используется в сканирующей электронной микроскопии. Но могут использоваться, хотя достаточно редко, в просвечивающей электронной микроскопии. Ну, говоря об, скажем, взаимодействии первичного пучка электронов с материалом образца, нельзя не сказать о генерации плазмонов и фанонов. Плазмоны и фаноны, они являются коллективными возбуждениями в твёрдом образце. Плазмоны представляют собой продольные коллективные колебания валентных электронов, которые быстро затукают в течение каких-то фентосекунд. Так что эти колебания, эти болды, они локализованы в пределах до 10 нанометров. Плазмоны возникают в любом материале, который имеет слабосвязанные электроны, но доминируют в основном в металлических образцах, металлах. Особенно в таких металлах, как алюминий, у которых имеется высокая плотность свободных электронов. Энергия плазмонов зависит именно от плотности свободных электронов, но и зависит от химического состава. Но, тем не менее, это пока не используется в микроанализе. Вот в зависимости, допустим, от химического состава, если, то можно было бы, допустим, фиксируя плазмонную энергию, говорить о микроанализе. Ну, надо сказать, что фаноны, фаноны, в отличие от плазмонов, являются колебаниями решетки. Если плазмоны – это колебания электронов, плоскостное колебание электронов, то фаноны – это колебания решетки, то есть тепловые колебания. Механизмы генерации фанонов могут быть как прямые, так и непрямые. Ну, прямые – это значит, что прямые, они обусловлены самым обычным элементарным актом рассеяния. Первичный пучок электронный рассеивается на атомных ядрах, которые приводят к упругим колебаниям атомов относительно равновесия, равновесных позиций решетки. А второй процесс, который вызывает, скажем, тепловое колебание или генерацию фанонов – это, скажем, следствие такого процесса, когда уже электроны или характеристически рентгеновское излучение, эмиссия этих электронов или рентгеновское излучение вызывает колебания решетки, или сопровождается колебанием решетки. Энергия фанона очень мала, она меньше, чем 0,1 электрон вольт. Фанонные рассеяния не используются для микроанализа, ни для анализа изображений. Плазмонные фаноны не регистрируются в просвечивающей электронной микроскопии, но, однако, регистрируются электроны, которые их породили. Говоря о взаимодействии первичного пучка с материалом, скажем, исследуемого объекта, нельзя не упомянуть, конечно, еще об одном явлении и факте – это радиационным, скажем, повреждениями. Радиационные повреждения – это результат взаимодействия первичного пучка. И, говоря о взаимодействии первичного пучка электронов с материалом исследуемого объекта, нельзя, конечно, не сказать еще об одном эффекте, об одном, скажем, процессе. Вот в зависимости от энергии пучка первичных электронов и типа образцов, иногда взаимодействие электронов первичных приводит либо к нарушению структуры образца, либо к нарушению химического состава. Вот это воздействие, оно называется радиационным повреждением. И это радиационное повреждение обусловлено двумя главными процессами. Первый процесс – это радиолиз, так называемый. Это когда неупрудие процессы, главным образом, когда протекают неупрудие процессы, и главным образом ионизация происходит под воздействием энергии, скажем, первичного пучка. И эта ионизация может привести к обрыву связи в определенных материалах, ну, типа полимеров или там, скажем, типа галлоидных соединений. И второй процесс – это когда происходит выбивание. Выбивание какое? Значит, первичный пучок электронов выбивает из материала объекта, исследования из узлов решетки атомы, вызывает смещение атомов из узлов решетки с образованием точных дефектов. Вот эти явления, конечно, всегда надо предусматривать. Вообще, генерация фанонов электронным пучком первичным, можно сказать, это попросту разогрев образца, когда происходит генерация фанонов. Он может происходить... происходить сам по себе и приводить к разрушению исходных свойств, например, полимерных материалов, биологических объектов, а также может способствовать ускорению радиолиза и уменьшению порога выбивания, скажем, атомов. Увеличение температур образца зависит, естественно, от мощности пучка, от тока пучка электронного, а также от теплопроводности электронного пучка. Для металлов нагрев пучком электронным пренебрежительно мал стандартных режимов просвечивающих электронных микроскопов. Однако малые частицы керамики, например, при облучении первичным пучком электронов с большой энергией могут разогреваться до температур 1700-1800 градусов Цельсия. На слайде, на рисунке выше, приведена структура энергетического спектра электронов, и спускаемых с поверхности, скажем, отражённых или прошедших через тонкий утонённый образец электронов, которые, вторичные, которые облучаются пучком электронов с энергией начальной энергии генолевое. На слайде видно справа. Кроме пика истинных упруго-рассеянных электронов, спектр содержит широкий пик вторичных электронов, энергия которых от 0 до 50 где-то приблизительно электронов вольт, и содержит также область неупругих обратно рассеянных электронов. Вот в этой области неупруго-рассеянных обратных электронов от 50 электронов вольт где-то до энергии первичного пучка расположены ОЖ пики, пики потерь до возбуждения плазмонов и межзонных переходов электронов, соответствующих, попадающих в диапазон обратных электронов, рассеянных, обратно рассеянных электронов. Подбором соответствующих детекторов можно контролировать сигналы электронов в соответствующих энергетических диапазонах. Вот при облучении первичным пучком электронов поверхности образца электроны в образце рассеиваются во всех направлениях и занимают некоторый объем сигналы, вернее, занимают некоторый объем, значит, в некотором объеме испускаются сигналы вторичные. Ну, надо сказать, что эта область достаточно большая. Если первичный пучок будет электронов порядка 10 нанометров, то диаметрия вот эта область занимает порядка 2 мкм, микрон. Ну, 2 мкм против 10 нанометров это область в 100 раз больше, чем диаметр первичного пучка. Ну, и сами по себе области, значит, объемы, скажем, там занимают определенную область. Посмотрите, вот область 1, область 1, это область ажиэлектронов. Это очень узкая область. Мы уже говорили с вами. Затем следует область вторичных электронов, уже достаточно большая, занимающая до 10 нанометров. И, скажем, отраженные электроны, отраженные электроны, занимают вообще очень большую область в объеме образца. Ну, посмотрите, сравните тормозное рентгеновское излучение. Это область, которая занимает вообще, скажем, с объема какого-то, объема глубины достаточной образца. В то время, как, допустим, уже электроны занимают только тонкий-тонкий поверхностный слой. То есть, если мы делаем анализ, химический анализ за счет рентгеновского излучения, анализируя рентгеновское излучение, мы берем более глубокий слой, который анализируется. А если мы анализируем поверхность образца, то, конечно, лучше использовать ОЖ-электроны. Ну, что происходит? Первичный электронный пучок, попадая на поверхность образца, проникает в случае, если проходящий электронный микроскоп, взаимодействует с материалом образца. И в результате этого мы имеем с вами вторичные какие-то сигналы. Вот подбором соответствующих детекторов, детекторов, которые контролируют какой-то определенный сигнал определенного энергетического диапазона, мы можем судить о структуре исследуемого образца. Вот то многообразие электронных микроскопов с различными техническими характеристиками, они как раз-таки объясняются этим. Ну, во-первых, разнообразием процессов, происходящих при облучении электронными волнами, электромагнитными волнами, скажем так, объекта исследования. И, во-вторых, технически нерешенных на сегодняшний день задачей воплотить в одном электронном микроскопе, скажем, детектирование результатов сразу всех эффектов. Поэтому в настоящее время пользуются разными микроскопами электронными, которые определяют определенные какие-то анализы, скажем, либо отраженных электронов, либо, допустим, детектор имеет для характеристического рентгеновского излучения, или детектор, который, скажем, прошедших электронов смотрит результаты, или катода иллюминесенцию изучает, и так далее, и так далее. Вот это многообразие, оно как раз поэтому и существует. Так, ну и что я должна сказать вам, что на этом тема сегодняшней лекции у нас завершена. Это первое. Во-вторых, значит, я желаю вам успехов. если у вас есть какие-то возникли вопросы, вы можете задавать их. Спасибо вам за внимание. До свидания. До